так продолжаем теперь нам нужно сделать плаги 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 это собственно то ради чего мы вообще пользуемся фреймворками что по сути дела такой фреймворк фреймворк это значит некий шаблон некоторые готовые решения которые мы как-то компонуем и добавляем свои частные решения которые нам нужны под конкретную задачу и вот плаги по сути дела это коллекция стандартных решений то есть у нас вот есть путь который делает запрос прежде чем отдать и через него мы пронизываем какие-то стандартные функции плаги то есть примеру вот наш роутер вот наш путь но прежде чем пройти конкретным контроллером сперва нужно пройти через особую плаг через особую стандартную функцию и здесь в данном случае одна такая функция здесь таких функций множество то есть если мы его распорта рассматривали что мы то есть мы бы доставали сессию различные проверки делали то есть плаги это еще раз механизм почта с помощью которого феникс решил настроить некоторые стандартный функционал то есть каждый запрос который поступать на серию будет пройден через этот стандартный функционал если конечно мы особое обветвление там не сделаем тогда немножечко по другому вот но в целом идея такая то есть каждый запрос пытается пройти через серию плагов через серию стандартных функционалов стандартных функций но помимо того что сам сервер сам феникс предлагает нам стандартная функция через который каждый запрос проходит мы также можем написать некий плаг то есть наш конкретный который нам нужен чтобы каждый запрос переходил пропускался через этот плаг плаг можно представить двумя основными способами это в виде некой функции либо в виде отдельного модуля мы сделаем в виде отдельной функции и поскольку мы хотим чтобы это делать только касалось нашего контроллера мы сразу идем в наш контроллер и его здесь вверху пишем плаг 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 и название название плага допустим название плага нужно будет писать через атом то есть пишем чек чек кей то есть мы как ради чем плаг заводим мы будем проверять кей то есть юзер когда зарегистрировался на сайте мы ему выдали некий кей с помощью которого он сможет обращаться к нашему серверу а этот кей мы будем использовать для того чтобы юзер не обнаглел и не не убил наш сервер и мы мы сделаем некое ограничение на количество запросов на количество посещений так подробнее можно прочитать о плагах есть соответствующим документации модуль то есть вот плаг это примерно то что я вам рассказала и видите здесь функция как плаг и мы рассматриваем как функция то есть вот мы используем макрос и здесь пишем название функции но мы пишем через атом здесь функция очень стандартная то есть она также будет принимать connection и 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 параметры поэтому давайте проверим заводим нашу функцию ответственную за плаг д давайте сразу проинспектируем inspect парамс и о ну как мы это всегда делали так и пока мы просто будем отдавать connection дальше то есть плаг берет connection берет параметры и возвращает connection либо он может останавливать все этот поток то есть перед тем как вот любая из этих функций выполнится сперва выполнится плаг который принимает connection я дает connection и потом этот connection мы его правда здесь не изменили ни капелька но мы могли изменить попадает в одну из этих функций давайте проверим давайте проинспектируем что у нас приходит что у нас приходит так здесь сразу заполню и пишу кей и здесь пример сам кей напишу так сервер подняли и и теперь идем и проверяем видите у нас параметры и и этот параметр нет это я перепутал это я перепутал это параметры не те параметры которые мы в запросе приходят это скажем так некоторые настроечные параметры поэтому здесь мы ставим нижнее подчеркивание а нужные параметры у нас находятся в коннекшене то есть вот этот кей находится в коннекшене сейчас сделаем снова запрос и здесь нам нужно будет достать 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 вот эти парамс то есть нам нужно будет парамс но хотя давайте однотипную запись сделаем то есть сперва будет атом парамс а потом будет кей и неправильно опять сделал вообще немного странно а кей 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 а ОК, а если я вот так сделаю, так-то, надеюсь, можно взять ОК. Так, вот наша, и из неё мы пытаемся выжать кей. И из неё мы пытаемся, вот, взяли мы сомки. Теперь, теперь, это мы можем убрать, и напишем чекет, 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 чекет. Ммм, для простоты сделаем следующее. Заведу множество, множество. заведу множество заведу множество 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 вот здесь какое-то множество заведу скажем так числе сделаем это просто для теста функциональности пусть будет у нас здесь за хардкодим нашу пазу данных допустим самки допустим это у нас будет типа типа database и здесь допустим давайте еще одно какое нибудь ну допустим мадрид давайте мадрид и теперь теперь мне нужно проверить начленство ищем функцию мембер мембер вот она у нас мембер то есть здесь может отдаваться true или false мапсет мембер то делаем это в кейс-статементе мапсет дата бейс и чек чеки ду и значит у нас true если у нас мы просто разрешаем коннекшен путешествия дальше а вот если файлс то мы там это мы будем его ограничивать мы будем ограничивать вот примерно вот таким же образом давайте делаем по простому отправлю я на страничку страничку к я отправлю так это мне не нужно так это придирает придирает отправлю я на страничку прямо гугла отправлю я на страничку прямо гугла и нужно хальт хальт это значит что вот этот коннекшен мы дальше не пропускаем и весь запрос заканчивается ничего дальше происходить не будет так давайте протестируем допустим юзер вел неправильный неправильники и сейчас по идее мы должны переадресоваться а так по идее мы должны были переадресоваться нашел тут фишку нужно юзать external external то есть все как обычно только нужно юзать external to any url ok пробуем по новой и и и и и и отлично мы перенаправляем его просто мы просто перенаправляем и ничего не делаем то есть когда у нас юзер 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 условно если так у меня здесь есть интересно page page а я удалил нет у меня стартовой страницы на принципе мы могли бы возвращать юзера постоянно на стартовую страницу на стартовую страницу и так а если мы так локал локал корректно ввели ключ то нам и ответ понятное дело что если ключа не будет то мы будем у нее большие траблы а нет не будем здесь здесь а точно когда мы вот используем вот такой вот вот такой вот вот такой вот как называется синтаксис то если ключа данного нет то вернется нил 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 вернется нил дальше мы просто пытаемся проверить нил а здесь у нас нет нила соответственно мы снова перенаправляем его на google так что все хорошо но это мы захардкорили и причем еще и прямо в нашу функцию плага функцию плаг что не очень то хорошо плюс мы хотели бы еще все это дело что как то ограничить то есть 50 посещений в час и чтобы счетчик обновлялся так что да сейчас сделаю еще один перерыв и закончим 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 третью часть а на так спасибо как я